Ребята, мои дорогие зрители, я действительно отношусь к вам с большим уважением, потому как нас мало, но мы пучком, как говорили у нас в Кемерово. Так вот, я хочу сегодня четко и ясно высказать вам по поводу перекиси в клизмах количество то, сё, пятое, десятое. Первое и самое основное, вы должны понимать одну простую вещь, это важно, что в клизме не суть сколько воды там, главное, чтобы там были те вещества, которые убивают патогенную флору и фауну, флору и фауну. Поэтому, перекись в клизме, чем полезна? Она полезна синглетным кислородом, который убивает что? Друзья мои, убивает анаэробные бактерии. Трихомонада является анаэробной. Многие грибки являются анаэробными. Многие бактерии являются анаэробными. Есть анаэробные. Стафилококк, например, анаэробный. Он может селиться и жить. Поэтому основной прикол клизмы с перекисью не в количестве жидкости, которую вы закачаете в кишечник. Основная польза от перекиси, которая раскладывается на воду и атомарный, он же синглетный кислород, который убивает эту патогенную флору. Вот в чем дело. И когда мне говорят о том, а почему это не кружка смарха, а почему, а что вы пользуетесь вот такой вот клизмочкой небольшой, да, это неправильно. Оставайтесь каждый при своем. Я рассказываю только о своем опыте. Я могу подсказать человеку, который будет внимательно понимать, о чем я говорю. Я исхожу из своих результатов. Я никому не навязываю, чтобы он что-то делал. Боже упаси, я просто делюсь с вами на своем канале. На нашем канале. На нашем с Настей канале. Извините, погорячился. Потому как видео закончится, а Настя мне, так сказать, это самое. Да, потому как, да, потому как. Поэтому я считаю, что те вещи, которые я вам рассказываю, при вашем желании, должны принести вам пользу. И в физическом, и в духовном плане. На сегодня все, дорогие мои. Спасибо. Спасибо.